Мы в необычном месте, в кинотеатре для двоих. В шикарном месте. В шикарном месте. Мне нравится уже здесь. Очень хорошо. Нет, и... Но здесь космическая обстановка, и должен быть космический фильм, мне кажется, да? Или нет? Давай, ты будешь угадывать. Я хочу, чтобы ты угадываешь. Да это долго. Нет, давай, сразу говори. Я тебе сразу всегда говорю. Ну, это приключение. Космический Изисей 2001, я хотел узнать. Нет, нет, нет. Ну, а что тогда? Ну, может быть, ты немножко разочаруешься, когда ты узнаешь, но... Индиана Джонс. Нет. Это... Приключения, мелодрама. Мы, в принципе, недавно обсуждали этот фильм. Он получил Оскар. Он был очень успешный. И это не просто фильм. Оскар получил? Да. За лучший фильм? Нет. За лучшую музыку. Ну, не знаю. Музыка Элтона Джона. Король Лев. Да. Король Лев. Ну, не совсем космический. Не хорошо. Не совсем космический. Блин, ну это же вообще... Нет, он был номинирован на Оскар. Да. За лучший фильм. Это ведь уникальный случай. Да. Но он получил за музыку. Да. Я, в отличие от прошлых наших видео, теперь я немножко подготовилась и почитала про этот фильм. И что-то, и что. Вот. Значит, на студии Disney это все снимали. И изначально к нему все отнеслись очень скептически к этой задумке. Никто не хотел за него браться. Очень долго готовили этот мультфильм. И в итоге он побил все рекорды. То есть очень много мультипликаторов над ним работало. Больше 600 человек. Никто не хотел браться. Все говорили, это будет провал, это будет провал. А в итоге получился вот такой мультик, который просто стал суперкассовым. Я решила, что этот Ричард, вот он у нас такой красивый, что он должен быть добрый. И поскольку ты сам когда-то как-то заговорил об этом мультике, я решила, ну, давай. Хорошо. Я согласен. Ты согласен? Да. Что эту сцену большое количество художников рисовала. И больше года, около двух лет эта сцена делалась. И забыла тебе рассказать, что там за основу брались, несколько рисовались, а потом они копировались. Копи-паст. Да, копи-пасты делались и делался. И какая-то специально разрабатывалась программа, чтобы они хаотично бежали и очень много над этим трудились люди, хотя это всего там несколько минут, даже может быть меньше. Ну, это ключевая сцена такая вообще. И вот это на самом деле знаменитый момент, когда Шрам убивает Муфасу. Недавно посмотрел какую-то нарезку фраз перед убийствами, и там вот это тоже, этот момент есть. Я, короче, когда смотрел, я понял, что я очень соскучился по 2D анимации, классической рисованной. Просто настолько много появилось крутых мультиков компьютерных, да, вот этих 3D-шных, и реалистичных, и не очень реалистичных, и со сложной графикой, и с простой графикой. Вот, что я прямо отвык и соскучился вот по этой самой 2D анимации. 3D анимация нас приучила к вот этой вот такой жизни. Но когда не было таких технологий, вот в этом же есть свой шарм. Так же, как знаешь, там раньше было чёрно-белое кино, потом появилось цветное. Но чёрно-белое живо, и до сих пор снимают чёрно-белые фильмы. Да, или, ну, можно много всяких разных таких примеров приводить. То есть вот эти вот какие-то технические несовершенства, они на самом деле могут сыграть какую-то позитивную роль. Вот. И что ещё хотел сказать? Ну, он такой немножко наивный в плане графики, фильмы, потому что вот там применяются вот это вот размытие, знаешь, когда, ну, вот в оптике, да, когда там фокус на переднем плане или на заднем плане. Вот. Понятное дело, что на самом деле в 2D анимации совершенно нет такого. Это делалось искусственно для того, чтобы придать такую киношность. Вот. И с тех пор, конечно, это стало гораздо более, вот это размытие, оно стало гораздо более реалистично. Но тогда, ну, там, не знаю, наверное, один из первых мультиков, когда это применялось, но это всё равно очень мило так смотрится. Вот. И я ещё понял, что как-то я, когда первый раз его смотрел, я забыл, даже не обратил внимания на этого персонажа. Какого? А сейчас он мне очень полюбился эпизодический персонаж, который самый крутой, это, наверное, называется, обезьяна. Она очень крутая. Мутрая обезьяна. Ага, это такой прямо дзен-буддизм. А Тимон и Пумба, это такие хиппи. Растаманы. Растаманы, да, да, да. Поэтому, ну что, крутой мутфельм. Я, да, мне очень понравились их шутки, достаточно мило. Столько там связанных с, извините, вот. Ну, посмеялись мы с тобой. И, а ещё, я прочитала о том, что там есть сцена, где уже взрослый Симба падает в траву, и там появляется такая дымка. И очень многие увидели в этой дымке слово секс на английском. И начали, вот, что это специально, там это провоцирует на сексуальные чувства какие-то. И уже создатели фильма сказали, что нет, это S-F-X, типа спецэффекты переводятся, что они-то хотели так подпись свою сделать, увидели в этом секс. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...